Уровень подростковой преступности в Уссурийске заметно снизился. Такие данные озвучили на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений несовершеннолетними. А вот проблему с употреблением подростками алкоголя в городском округе пока решить не удалось, рассказывает Яна Романюк. Как привлечь к ответственности тех, кто продает алкоголь несовершеннолетним, решали всеми ведомствами. Регулярные рейды по барам и пивным магазинам не дают желаемого результата. Администрация Уссурийска подала данные по недобросовестным торговым точкам в отдел лицензирования, рекомендуя не продлять разрешение на продажу алкоголя. Мы даже обратились с просьбой в департамент лицензирования, чтобы они рассмотрели вопрос о дальнейшем вообще получении лицензии. У них в декабре месяце лицензия заканчивается. В контрольных закупках нельзя задействовать несовершеннолетних, чтобы поймать продавца за руку. А камеры видеонаблюдения чаще всего не работают. Но судебные тяжбы все же заканчиваются не в пользу торговых компаний. Проблемой озабочены и родители, которые дома видят пьяных подростков. Каждый случай разбирают на комиссии по делам несовершеннолетних и проводят совместные встречи в школах с участием родителей. Ну и ребенок стал рассказывать, что он уже не первый раз ходил в такой-то такой магазин. Мама берет своего ребенка и идет в этот магазин. Она говорит, я просто хотела посмотреть в глаза этому продавцу. За прошедшие месяцы 168 подростков были доставлены в отдел полиции в ночное время суток. По закону дети до 16 не могут находиться на улице с 23 часов до 6 утра без сопровождения взрослых. Но статистика плачевна. Есть взрослые, которые совместно с детьми идут на преступление. В этом году два таких случая уже зафиксированы в округе. С начала 2018 года к уголовной ответственности у нас было привлечено 63 несовершеннолетних. В прошлом году эта цифра составляла 65. В числе преступлений кражи, грабежи, разбои и завладения автотранспортом. А 8 правонарушений связаны с незаконным оборотом наркотиков. Печальная статистика по подростковым суицидам. Из 11 случаев попытки самоубийства одного ребенка спасти не удалось. Как уберечь детей и помочь им встать на верный путь, все ведомства решают совместно. Вместе с профилактической работой продолжается рейд по асоциальным семьям и тем, кто стоит на учете. Дополнительные меры принимаются в образовательных учреждениях, но сотрудники просят быть внимательными родителей и активно участвовать в жизни своих чат. Яна Романюк, Наталья Зайцева, Панорама.